Природный газ вместо дизельного топлива и бензина и современная спутниковая система слежения за техникой. Алмазодобытчики западной Якутии внедряют инновации на производстве. Они позволяют значительно сократить издержки и благотворно сказываются на экологии региона. Дмитрий Макаров о газе, экологии и алмазах. Главное отличие этой заправки в том, что вместо бензина и дизельного топлива здесь закачивают газ. Каждый день через станцию проходят десятки машин от легковушек до камазов. Это газ, он поэкономичнее и поэкологичнее. Так же в бок заезжаешь, машину нет запаха от этого специфического, как от дизеля. Пока вижу плюсы. Перевод техники на альтернативное топливо – один из инновационных проектов, который внедряют алмазодобытчики Якутии. По словам инженеров, использование природного газа увеличивает срок работы двигателя в полтора раза. Газовыми установками уже оборудованы сотни автомобилей «Алроса». После перехода на голубое топливо работать стало не только лучше, но и теплее, рассказывают водители. Благодаря тому, что двигатель, работающий на газе, нагревается сильнее, чем бензиновый, в кабинах сохраняется комфортная температура, даже когда на улице стоят 40-градусные морозы. Реализация проекта позволит вдвое сократить выброс вредных веществ в атмосферу. Природный газ в списке самых безопасных видов топлива. Помимо экологического, ожидается и серьезный экономический эффект. Ведь бензин приходится завозить за тысячи километров, а газ добывают неподалеку, на собственном месторождении. Тем самым мы можем формировать стоимость именно этого топлива на этапе его добычи, на этапе его сжатия и при отпуске его, скажем так, в бак с пистолетом. Это было самое главное. Затем, сколько газа заправлено и сколько километров прошла каждая машина, внимательно следят диспетчеры. Вместе с баллонами на автомобиле установили спутниковые датчики. Они выводят всю информацию на мониторы. Выполнить отчет. Работа отчета идет. Здесь полностью все выдается. На сегодня системой охвачены более 1300 автомобилей-алмазодобытчиков. В таком масштабе проект реализуется впервые в стране. И уже сейчас выгода очевидна. Эффект огромный. На сегодняшний день пробеги у нас снизились. Если брать именно сегодняшний день, то по мониторингу Виолон у нас пробеги упали до 50-60%. Всего на программу инновационного развития и технологической модернизации выделяют 14,5 миллиардов рублей. На данном этапе переоборудуют не только машины и заправки, но и гаражные боксы. Их приводят в соответствие всем требованиям безопасности. Привели в порядок электрооборудование, используемое в боксах. Довели до норматива состояние приточно-вытяжных вентиляций. Установили систему дымоудаления и систему контроля воздушной среды. Получив успешный опыт на автомобилях хозяйственного назначения, алмазодобытчики решили перевезти на газ и карьерную технику. Аналога в мире пока нет, но специалисты надеются, что инженерное решение будет найдено уже в ближайшем будущем.